Магомед, мне кажется, что это было очень много времени, возможность бороться на титул. Так что сейчас это «Fight Week», «Чемпион» на линии, как ты чувствуешь? Мы ждали. Эту субботу покажем очень хороший, зрелищный бой и заберем то, что принадлежит нам. День, который мы ждали за так долго. Мы покажем, что мы стоим на сегодняшний день. Мы придем и возьмем, что, вероятно, у нас. Это уже был большой борьб, до того, как титул был на линии, но все изменилось эмоционально для тебя, стратегически для тебя, когда титул был на линии? Даже до того, как этот бой стал титульным, уже этот бой с Блоховичем был достаточно важным в твоей карьере. Но теперь, когда добавили еще и титул, что-то изменилось для тебя или нет? Конечно, изменилось. Мотивации стало больше. Я стал вообще заряженным. Поэтому только хорошие эмоции и такую возможность. Я очень рад. Конечно, стратегии сейчас гораздо выше. И я более мотивирован. У меня есть цель, который я пойду. Я тренировал очень тяжело для этого. Я очень рад. И я ждал этого борьба. Как ты говорила, это довольно долгое время. Ты думал, что они не дадут тебе титульный борьб? Или ты думал, что я должен делать, чтобы получить титульный борьб? Как ты уже сказал, ты давно заслуживаешь боя за пояс. У тебя были какие-то мысли, что, а что если мне вообще не дадут титульный бой? Как я дальше буду двигаться? Нет, я мелкими шагами шел к этому. Не выбирал себе соперников. Бился с каждым, кого мне дали UFC. Ну, у них, я думаю, не оставалось бы других выходов, чтобы не дать мне боя за пояс. Нет, я никогда не видел такие думки. Я, в основном, делал это раз-за раз-за раз. Я всегда боролел. Кто-то, кого они поставили мне. Я не выбрал моих оппонентов. И я довольно-таки знал, что, в какой-то момент, они не будут выбирать, чтобы дать мне титульный борьб. Как ты думаешь, что Яна, как оппонент? Я имею в виду много топ-левелых победителей. Он более опасный? Как ты думаешь, что он как борьб? Какие у тебя ощущения от Яна, как оппонента? Что ты думаешь про него, как о сопернике? Что ты думаешь о нем, как бойца? Я хороший боец. Ничего плохого не могу сказать. Но это бой. Мое время. Поэтому я сделаю все, чтобы добить победу. Собрать пояс. Чтобы моя мечта сбылась. Я не могу сказать ничего плохого, что Блахович как оппонент. Он хороший борьб. Он хороший человек. Но дело в том, что этот борьб – это мой меч. Это моя возможность. Я сделаю все, что я должен сделать, чтобы выйти от этого октагона с титул. Ты прыгаешь с победой на суток. Ты берешь билет. Ты чувствуешь чемпион, 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 чемпион? Или ты чувствуешь, что ты должен победить Ири, Ири. 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 and I got a phone call from my manager after one of the training sessions and he said that I'm offered a title fight with Glover Teixeira and then he called again a little bit after and he said that actually Teixeira is not going to fight so it's going to be a fight against Jan for the title so nothing really changed for me except I'm more motivated I have a goal that I'm going towards and I'm really excited about it this is going to be a great fight Jan had said that he actually preferred getting the title shot this way not that you're getting hurt but he didn't have to do all the media before he was already in camp he had already gone through camp to prepare for you he didn't have to do all the interviews and everything about the title fight I'm curious if you feel the same way нравится, что тебе как бы внезапно сказали что это титльный бой или ты хотел бы знать об этом заранее ну конечно, когда мы знаем хорошо мы подготовку проходили бы по-другому но я думаю мы со своим тренером с ухрабом мы всегда выкладываемся на все 100% мы ход у нас в трехрам-двое бою мы всегда готовимся к пяти и поэтому я думаю нет проблем и конечно же все всегда говорят про легендарная польская сила которая которая в ударке у Блоховича а кроме его ударки что ты еще опасаешься в этом бою или нет? ну в этом бою я не собираюсь опасаться от его ударов я хочу доминировать я хочу выиграть этот бой любой ценой поэтому меня ничего не беспокоит я мотивирован я думаю это мое время поэтому я сделаю все возможное чтобы добить свою победу я не беспокоит я не беспокоит Вы пришли через секунду в борьбе Паула Крэга. Что делает это так сложным в этом спорте, в отличие от боксинга, где ребята не победили? Быть непобедимым практически невозможно. Ну, я думаю, можно на этом пути быть непобедимым, но я допустил ошибку. В этом деле ошибки не простят, поэтому случается такое. Но поражение должно делать человека сильнее, поэтому это урок. Я думаю, без этого, с поражением, я думаю, в общем, тренировочный лагерь, ну, все меняется, а на лучшую сторону. Поэтому это нормально. Вы знаете, я думаю, что это возможно не победить в этом спорте, но я специально сделал ошибку в этой борьбе. Я сделал ошибку в этом спорте, в этом уровне, ошибки непобедимы, поэтому я платил их. Но, чтобы сказать правду, это хорошо сделать ошибки. Эти ошибки сделают мужчину, сделают борьбов, лучше. Вы учите эти ошибки, вы принимаете это как учебное испытание, и единственное, что это должно сделать, это сделать даже лучше в конце. Когда ты смотришь на кого-то, как Хабиб, который сделал то, что он сделал, это сделает замечательное, когда ты смотришь на все большие борьбов в истории спорта, и Хабиб — это не только один из самых, которые я могу подумать, что прошла так долго карьеру, это впечатляет еще больше, когда ты думаешь на это? Когда ты смотришь на карьеру, которую провел Хабиб, он прошел без проигрышев, тебе кажется, что это нереально, или ты очень высоко его ставишь для себя? Потому что из всех тех, кто прошел карьеру, очень мало человек никогда не проигрывали. А вот Хабиб прошел так, такую карьеру. Как ты по этому поводу думаешь, это тебя мотивирует больше? Ну, я думаю, Хабиб очень… Ну, он тренируется, я думаю, вообще по-другому. У него не бывает отдыхов. Я смотрю его интервью, он всегда говорит, нужно тренироваться, тренироваться. У него нет прерывов. Он сделал себе карьеру, стал чемпионом, защитил ее, и ни разу не проигрывал. Но это другой уровень. Я думаю, Хабиб все равно на другой уровень. Хабиб trains, и used to train, without a break, without a stop. Я смотрю его интервью, и он всегда говорит, «трань, трань, 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 и трань еще больше». Basically, он на другой уровень, чем по-другому, чем по-другому, и я думаю, где Хабиб, это как-то separates его от всех остальных. Я знаю, что вы сказали, что вы сделали ошибки против Паукрега, но когда вы думаете, ты об этом вообще не думаешь, и вы думаете ещё один, да, и ты воскресенье за это, что когда-нибудь я задумываюсь на ошибку в этом бою против Паукрега. когда-нибудь задумываешься о том, что еще секундочку, там буквально пару секунд, вместо вот этой единички у меня был ноль на рекорде? Тебе это каким-то образом мешает тебе, или просто про продвинулся вперед и думаешь об этом? Нет, я об этом вообще не думаю, Так как я уже допустил ошибку, уже ничего изменить невозможно. Но если повторный бой был бы такой, я думаю, такое я никогда не допустил бы такое. Но это поражение сделало меня сильнее. Я даже благодарен этому поражению, которое было у меня. Так что двигаемся вперед. Я не думаю о том, что я сделал. И просто проговорить то, как ты изменился. Вот, например, если бы Мага того времени сражался бы с Магой этого времени, насколько бы боец сегодня был бы лучше, чем в то время? Ну, в то время, пока не проиграл, я думал, я достаточно тренируюсь, могу пропустить тренировку, не доделать что-то. Но после поражения я начал добить и делать все лучше и больше. Магомед, over here. Магомед, I was wondering, what were your thoughts on Glover Tashira choosing not to fight you on short notice? Скажи, пожалуйста, какие твои мысли о том, что Tashira не согласился с тобой сражаться на такое короткое время? Ну, это решение Tashira, я ничего не могу сказать. Мое уважение. Я всегда... С кем бы ни бился, я всегда болею за него. Поэтому я наше тишире ничего плохого не могу сказать. I have nothing but respect for Glover. I think he's a great fighter. I mean, that's the decision that he made. Whenever Tashira fights, I'm always rooting for him, no matter who he's fighting against. So I have nothing but respect for him. On that note, is he someone you do expect could possibly be next for you if you win on Saturday? Ну, все возможно. Все возможно. Я не выбираю себе соперников. Ни разу не было такое, чтобы я отказывался от боев. Поэтому если... Если случится такое, что мне придется с ним биться, то без вопросов. Yeah, it's a possibility. I mean, I've never picked my opponents, so whatever comes ahead, that's what I'm going to face. If it happens that Tashira is in my future and I have to fight him, then let it be. Looking at Blachowicz's last two fights, were there things you feel that you can replicate, that Glover and Rockich did well against Yon, or do you feel like you're just a completely different fighter who will fight Blachowicz differently? Если посмотреть на последние два боя Blachowiczа, то как ты думаешь, сможешь ли ты повторить то, что сделал Yiri и то, что сделал Tashira, когда Blachowicz проиграл? Или ты совсем другой боец, совсем другая стратегия у тебя, как ты думаешь? Сейчас скажу. Ну, смотри, последние два боя Blachowiczа, он проиграл. Сможешь ли ты сделать то же самое, что сделали его оппоненты для того, чтобы забрать выигрыш? Или ты совсем по-другому подходишь к этому бою и готовишься по-другому, потому что другой боец? Ну, я думаю, я не стандартный боец. У меня вообще другая техника. Я не знаю, я не знаю, но я не знаю, я не знаю, что-то, что я хочу сделать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...